Давайте тогда начнем эту тему. В принципе, тема обсуждения довольно избита. Как нам построить гибкую архитектуру, и все мы пишем какие-то модульные сложные приложения. Вначале сразу хотел обратить внимание, если у кого есть компьютер с собой, и по возможности открыть исходный код. Это редирект на репу на гитхабе, потому что там в демонстрационном приложении кода достаточно, но сейчас мы будем теорию обсуждать. Именно примеров кода мы не увидим. Поэтому будет замечательно, если у кого-то будет возможность попутно сразу смотреть. Зачем вообще еще один подход? Бытует довольно распространенное мнение о том, что E2 не подходит для написания каких-то сложных приложений. Но я думаю, вы сталкивались с такой точкой зрения на различных форумах, на хабре часто тоже, поэтому холивары разводят. Ну, котик тоже любит слушать интересные темы. Но на самом деле это довольно распространенное заблуждение. Все дело в том, что E2 не навязывает нам какую-то архитектуру приложения. В отличие от других фреймворков, он дает программисту свободу в том, как строить архитектуру своего приложения. Он ни в чем нас не ограничивает и не мешает нам. При этом мы сами решаем, какую архитектуру мы строим, какие принципы и паттерны применяем. С одной стороны, у программиста достаточно свободы, с другой стороны, его от ошибок никто не защищает. И здесь такое мнение распространено, потому что большинство разработчиков, получается, не способны самим продумать свою архитектуру. Но примеры крупных приложений, которые написаны в E2, подтверждают то, что все это можно сделать, если делать это с головой. И сейчас можем обсудить еще один подход к тому, как строить гибкие модульные архитектуры с этим фреймворком. Во-первых, о том, какие мы требования предъявляем к нашей архитектуре. Если мы говорим о каком-то крупном приложении, то сразу приходит на ум, что оно должно хорошо сопровождаться и легко изменяться. Это достигается путем разбиения нашей кодовой базы на модули, самодостаточные и как можно более изолированные, чтобы мы могли менять логику внутри модуля, не изменяя логику всей нашей программы. Поэтому наши модули должны быть самодостаточными. Что касается именно отношения к SaaS-платформам, эта область тоже накладывает свои ограничения. Мы помним, что такое SaaS. Это сервис. Это ПО, которым пользуется сразу много людей, много клиентов. Если мы пишем платформу для каких-то частных покупателей, небольших, возможно, физические лица, то обычно всегда бывает, как мы написали, так и пользуются. Не нравится функционал, не покупают. Если же речь идет о крупных клиентах, это могут быть какие-то фирмы, возможно, то здесь уже мы обычно к ним более лояльны. Если какой-то клиент просит поменять немного логику работы того или иного компонента под него, чтобы ему легче было интегрировать нашу систему в его бизнес-процессы, мы чаще всего идем ему навстречу. Но при этом эти изменения, которые мы сделали лично для него, они должны оставаться для него. Все остальные клиенты должны пользоваться стандартной логикой. Поэтому нам необходимо следовать второму требованию. Наши модули должны быть версионированными. Под версиями я подразумеваю не историю изменений, а то, что один модуль может иметь две версии логики. Для каждого клиента свою. И мы должны иметь возможность для каждого клиента указывать, какую версию модуля ему использовать. Ну и так как мы говорим о сервисе, то понятно, что не может быть речи о том, чтобы хранить список активных модулей, активных версий где-то в коде. Это должно все подключаться динамически, чтобы менеджер продал доступ, он зашел в админку, завел пользователя, набрал ему нужный набор модулей, за которые он заплатил, и все, работает. Это основные требования. Мы с вами сначала обсудим один из подходов к тому, как мы можем строить и организовать наши модули для того, чтобы они соответствовали этим требованиям. О том, как они могут взаимодействовать между собой, и также как могут взаимодействовать версии внутри модуля. И потом обратим внимание на то, какие ограничения эта архитектура накладывает на наше приложение. В частности, мы поговорим о работе с базой данных и миграциях. И в заключении обратим внимание на то, как лучше, оптимальнее выбрать уровень изоляции модулей. Потому что мы знаем, что идеальной изоляции не бывает. Итак, вся наша архитектура, скажем так, база всего этого подхода заключается в двух абстрактных модулях. Это main module и version module. Каждый модуль, который мы используем, и который мы создаем, состоит из двух частей. Это главный модуль. Это модуль, чей класс унаследован от абстрактного класса main module. И фактически он является интерфейсом, через который мы взаимодействуем уже непосредственно с логикой. И наш главный модуль может содержать в себе одну или более версии. Это подмодули, которые унаследованы от базового класса version model. И они содержат в себе непосредственно логику, которая должна исполняться. Таким образом, мы создаем своего образа фасад. Если мы, например, рассмотрим сферический такой модуль, модуль A, то у нас получается есть главный модуль, модуль A, который лежит в стандартной директории с модулями. И у него есть две версии. Назовем их V1 и V2. Они по-разному исполняются. Таким образом, у нас выглядит любой модуль, который мы добавляем. При этом, если у нас модули иерархические, то есть модуль A содержит в себе еще подмодуль B, самодостаточный, он также кладется рядом с версиями. Но дальше мы немножко поговорим о том, как их различать. Хранить список модулей для того, чтобы нам было удобно динамически формировать его, предлагается в базе данных. Как мы будем разделять набор модулей для конкретных пользователей, зависит уже от нашего приложения, от наших задач и особенностей. Это можно достичь, например, добавив поле User ID, если у нас небольшое приложение. Если мы говорим о каких-то больших платформах, то, возможно, будет уместно использовать для каждого клиента свою базу данных. Это неважно. В каждом приложении вы можете сделать это как угодно. Главное, чтобы мы могли из базы данных получить дерево модулей, которые у нас есть в проекте, и чтобы было указание тех модулей, которые подключены у конкретного клиента, которые активны. И для каждого модуля нужно хранить список версий, всех версий, которые доступны, и также указание на ту версию, которая является активной у текущего клиента. Его ID в системе, это то бишь ID, под которым мы его подключаем в нашем приложении через SetModule. И ссылки, названия на класс главного модуля и также на классы всех версий. Таким образом, решается сразу тот момент, как я на прошлом слайде упоминал, различие между версиями и просто полноценным подмодулем. Возможность выбрать какую-то версию, например, в админке, будет только из того, что у нас есть в базе данных. Поэтому в коде мы можем добавлять какие-то вспомогательные модули, которые не будут видны в интерфейсе. Эти модули надо подключать. И подключать их нужно динамически. После того, как мы авторизировали пользователя, и мы знаем, с кем мы работаем. Сделать это можно, переопределив, точнее, дополнив и расширив метод init у приложения перед его инициализацией. В демонстрационном примере это делается путем добавления поведения Application Initializer. Что оно делает? Еще до обработки запроса оно обращается к базе данных, получает дерево модулей, которые нам нужно подключить для текущего пользователя и добавляет его в наше приложение через метод setModules. Также для каждой активной версии, для каждого модуля, который подключен, мы запускаем статическую инициализацию. Мы собираем с каждого модуля нужную информацию и добавляем ее в наше приложение. Это набор правил роутинга, также мы собираем обработчики событий, добавляем их в event manager. Почему именно статическая инициализация? Потому что мы помним, что UI проповедует отложенную загрузку. Метод init не будет отработан до тех пор, пока мы напрямую не обратимся к модуле, а мы не сможем к нему обратиться, пока не получим из него правила роутинга. Поэтому делаем это через статичный метод. И здесь принципиальный момент, каким образом мы подключаем модули. Мы берем активную версию, которая должна работать у текущего клиента, и подключаем ее под ID главного модуля. Таким образом, если мы подключим модуль A, то при обращении к нему через getModuleA мы на самом деле получим в ответ класс активной версии, то есть V1. Фактически вот тот самый фасад. Мы работаем из приложения с главным модулем, и при этом от нас скрыто то, что вообще есть несколько версий и различия в реализациях этих версий. Для нас есть главный модуль, этот интерфейс, с которым мы взаимодействуем. Вся логика уже хранится за ним. Как модули взаимодействуют между собой? Когда мы говорим об изолированных модулях, первое, что приходит в голову, это событийно-ориентированная система. И это прекрасный выбор. Если у нас нет каких-то веских причин использовать что-то другое, стоит использовать его. И UI предоставляет нам прекрасный механизм. Для этого будем использовать стандартные классы и методы фреймворка. Мы знаем, что в UI события обрабатываются на нескольких уровнях. События могут быть привязаны к конкретному объекту, могут быть к классу или глобально на уровне всего приложения. Предлагается обрабатывать их на уровне классов, на уровне классов главных модулей. И для удобства мы добавляем методы обертки, которые фактически просто пробрасывают вызов в стандартные методы event on, off, trigger и подобные. Вот внизу есть примеры. Mode A, если мы вызываем add event listener, все, что он делает, фактически он пробрасывает эти аргументы, стандартные методы и подставляя имя класса, где мы его вызываем. Имена событий также можем располагать в главных модулях, так как они тоже являются частью интерфейса, и хранить их в виде констант. Почему в главных модулях? Стоит заметить, что хотя наши версии могут фактически отличаться по тому, какая у них логика, но стоит понимать, что мы не будем для какого-то клиента, вероятнее всего, полностью переписывать модуль. Это, возможно, будут какие-то незначительные изменения. Если мы большие изменения вносим, вероятнее всего, мы добавим просто другой модуль. И, соответственно, между разными версиями, вероятнее всего, разделяется большой объем кодовой базы и также практически все события. И логично будет их вынести куда-то в одно общее место. Если у нас есть события, которые специфичны для определенной версии, просто можно добавить в название событий. Сами классы событий, как здесь, например, sample event, мы можем располагать где угодно. По факту это не имеет значения, потому что если даже он расположен в какой-то версии, то если эта версия выбросила событие, мы уверены, что она подключена, и мы можем обратиться к этому классу. Главное правило в обработчиках событий нельзя использовать type hinting и нельзя использовать явный импорт этих классов, потому что загрузив файл, где находится обработчик событий, мы не можем быть уверены, что в этот момент будет доступна версия, в которой находится этот класс. Для удобства разработки достаточно будет указать в обработчике полное имя этого класса в PHP доках, и все у нас будет прекрасно. Взаимодействие бывает не только у модулей друг с другом, но также и нам необходимо, чтобы взаимодействовали версии внутри модуля. Очень такой, ну, возможно, надуманный пример, но что первый приходит в голову, чтобы объяснить. Мы разделяем общую логику разных версий, выносим ее в одно место. Но мы работаем с моделями, с базой данных, и нам необходимо получить модель, получить эту таблицу из активной версии. Но так как мы находимся фактически в общем разделяемом коде, мы не можем указать ее явно, потому что это будет уже зависимость от конкретной версии. И также мы не можем определить, какая сейчас версия используется. Для решения этой проблемы мы тоже добавляем два метода, то есть два фасада в класс mainModule. Это getClass и getObject. Эти методы принимают в качестве аргумента относительно имя класса, относительно корня версии, и они ищут этот класс в активной версии, то есть в той версии, которая подключена у нашего текущего пользователя. Если этот класс есть, если этот модуль активен, они вернут нам либо имя класса полное, либо экземпляр этого класса. Если же он видит, что этот модуль выключен у текущего пользователя или в текущей, в активной версии не существует того класса, метод возвращает null, и в методе, где мы вызываем его, мы можем корректно обработать это значение. Таким образом, мы можем взаимодействовать с активной версией логики, опять-таки, через общий интерфейс, не завязываясь на реализацию. Таким образом, мы полностью разделяем интерфейс и логику модуля как на уровне системы, так и на уровне отдельных версий наших модулей. Теперь о тех ограничениях, которые накладываются. В частности, база данных. По факту ограничений никаких нет. Единственное, что нам нужно помнить о том, что раз мы работаем с разными модулями, у нас могут возникнуть конфликты имен у таблиц. Для этого нам нужно разделить их. Как мы разносим модули по пространству имен с моделями, так же нужно поступить и с таблицами. Фреймворк поставляет стандартный механизм для этого. Это префиксы в именах таблиц. И мы можем… нам нужно переопределить этот метод для всех моделей, которые находятся в модулях. Мы это можем сделать, либо заведя общего предка для таких моделей, либо, как в демонстрационном приложении сделано, мы используем для этого трейд. Имена таблиц формируются так же по стандартной схеме, когда мы берем название класса модели, но добавляется префикс в виде полного ID модуля и ID версии, в которой находится эта модель. Обратите внимание, что речь идет не о активной версии, то есть той, которая сейчас подключена у клиента, а той версии, где находится эта модель. Например, в модуле А получаем модель, и имя полное таблицы будет мод А в один sample model. Если мы работаем с вложенным модулем, то, обратите внимание, мы используем оба ID-шника, то есть и базового модуля, и непосредственно того, где находится наша модель. Зачем делать именно так? Зачем нам добавлять туда еще ID-версии? Если мы будем при смене версии просто, например, тереть старые таблицы и заменять их на новые, то мы потеряем старые данные. А что, если клиент попробовал, ему не понравилось, и он хочет откатиться на старую версию? Получается некрасиво. Используя такой подход, фактически при смене активной версии для клиента мы рядом с текущими таблицами из версии 1 мы создаем новые таблицы, которые будут работать уже с другой версией. При этом, если у нас есть необходимость, мы пишем скрипт, который мигрирует данные также в новую версию. И таким образом мы сохраняем данные как для работы с первой версией, так и со второй. И у нас нет ограничений по тому, сколько раз мы, например, можем менять версии для клиента. Миграции. Все мы знаем, как правильно работать с базами данных. Никто в здравом умении будет менять схему базы данных просто вручную. Мы все пишем для этого миграции. С миграциями у нас небольшие проблемы. Потому что та схема, которую нам представляет фреймворк, она несколько неудобна. И у нас будут... Мы встретим подводные камни. Вся проблема в том, что миграции в UI, они лежат в корневом пространстве имен. У нас есть возможность изменить директорию, где лежат миграции, указать их через параметр. Но все классы, они в глобальной области видимости. Из-за этого мы сталкиваемся с теми самыми злополучными конфликтами имен. Нам нужно будет изменить это поведение. Мы для этого переопределяем стандартный контроллер, migrate-контроллер, консольный, и делаем следующие вещи. Во-первых, мы добавляем namespaces к нашим миграциям. Для того, чтобы они, как и все другие классы, тоже у нас были разделены. Также, так как мы говорим о том, что наши модули самодостаточны, то и миграции, которые относятся к модулю, они тоже должны храниться в его директориях. Для этого нам необходимо будет изменить и директорию, с которой работает контроллер непосредственно сейчас. И также мы помним о истории, примененных миграций, которые по умолчанию хранятся в таблице migration. И тоже необходимо, чтобы эта история хранилась для каждого модуля и для каждой версии отдельно, чтобы мы не зависели от ядра. Этого нам надо добиться. Мы добавляем в наш переопределенный контроллер два параметра. Это module.id и version.id. Для того, чтобы указывать, с чем мы работаем, с миграциями ядра системы или же с миграциями конкретного модуля. В самом контроллере мы переопределяем методы, которые формируют имя таблицы, в которой хранится история. Делаем это по той же схеме, которую мы чуть раньше обсудили. На основании тех данных, которые мы получили, мы выбираем нужный класс из базы данных, то есть нужной версии. И на основе его строим директорию, в которой будем искать классы миграций. И переопределив представление migrate, на основе которого создается шаблон пустой миграции, добавляем туда строчку с указанием namespace, и также в контроллере формируем этот namespace при создании. Таким образом, мы получаем миграции с полноценными пространствами, как у всех классов, и которые лежат в модуле. Модулю ничего не нужно для того, чтобы накатить свои миграции и сформировать для себя базу данных. Он в этом плане самодостаточен. Примеры использования нашего контроллера, этой новой логики. Первый момент, первый пример, это по факту стандартно, как мы все доделаем, создастся обычная миграция в той же директории, где мы и ожидаем. Это миграция ядра. Единственная разница будет со стандартной миграцией в том, что в ней будет уже пространство имен, которое так и будет звучать. ИPP-мигрations. Если мы указываем ID-модули, ID-версии, то, соответственно, эта миграция с нужным пространством имен создается уже в директории нужной нам версии. Также для удобства будет разумно сделать параметр с версией необязательным. В третьем примере мы не передаем название версии, но программа знает о том, какая версия модуля активна в данный момент для клиента и работает с ней. Ну и также вспомним о том, что модули могут быть вложены друг в друга, и поэтому мы указываем полный ID-модуля и таким образом работаем уже с ним. По факту мы, не ломая обратной совместимости, используя стандартные механизмы фреймворка, мы расширяем наш контроллер для работы с миграциями и делаем его человеческим, чтобы нормально можно было его использовать с модулями. Чего мы этим добиваемся? По факту мы получаем модули, которые не зависят друг от друга. Также мы получаем модули, внутренняя логика которых скрыта от всего остального приложения за фасадом главного модуля. Все, что происходит внутри модуля, мы можем свободно добавлять версии, удалять их, изменять. На остальном приложении это никак не скажется. Но кто внимательно слушал, заметили, что тот подход, который мы сейчас рассмотрели, он не дает нам полной изоляции. Потому что все равно у нас есть зависимости. У нас нет зависимости от конкретных реализаций, от версий, но у нас есть зависимость от интерфейсов, то есть от главных модулей. Потому что через них мы обращаемся к версиям, через них мы и работаем с событиями. Вопрос, нужна ли нам такая изоляция? Или достаточно будет этого уровня? Тут опять-таки мы смотрим на конкретные задачи нашего проекта. Чаще всего такого уровня будет достаточно. Потому что не так часто бывает, чтобы мы меняли архитектуру, именно иерархию основных модулей в нашем приложении. Какие-то новые версии мы можем добавлять при заведении новых клиентов. Но главные модули остаются обычно неизменными. Если что-то меняем, тогда да, придется поработать ручками, VDE-шки поискать, где это используется, и, например, переименовать модуль или удалить. Но если все-таки нам надо полностью изолировать модули, нужно сделать еще три вещи. Нужно перенести работу с событиями на базовый класс, чтобы она шла не через главный модуль. Используем методы event-on и ему подобные. Но в таком случае нам придется указывать название класса уже самим руками. Не так красиво. Имена событий тоже мы не можем хранить, эти константы в главном модуле, потому что это зависимость. Здесь есть два варианта. Либо переносить все константы, сваливать в кучу в ядре, что не очень красиво, либо использовать строки. И тот и тот вариант добавляют неудобств, но мы избавляемся от еще одной зависимости. И фасады getClass и getObject мы выносим в ядро нашей системы. И ID модуля мы подставляем не динамически, как мы это делали в этом примере, а уже в виде аргументов при вызове этого метода. Таким образом, если мы сделаем эти три шага, мы полностью избавимся от зависимости от модулей. Если мы захотим после этого удалить модуль, фактически все, что нам нужно будет сделать, это тупо удалить директорию с файлами и удалить соответствующую запись в базе данных. И наш система продолжит корректно работать. Собственно, это тот подход, который я хотел описать. Он используется на практике. Он показывает, что это действительно удобно для решения конкретных задач. Мы помним, что не существует серебряной пули. Но это еще один подход о том, как мы можем абстрагироваться на уровне модулей и сделать нашу систему более изолированной. Вопросы? Можете более конкретно рассказать, где на практике вы используете такой подход? Просто, как правило, обычно, если меняется модуль, то он меняется, наверное, для всех пользователей, какая-то часть приложения. То есть, если менеджер пришел к выводу, что пора менять какой-то функционал, то он меняется для всех, а не для каких-то избранных людей. Если мы меняем базовое поведение, то да, мы меняем его всем пользователям. Но представим, что у нас есть, ну тоже такой сферический пример, например, у нас есть модуль экспорта данных куда-то. И по дефолту мы экспортируем его в 1С, например. Но вот у нас есть клиент, который хорошо платит, он крупный, но у него какая-нибудь там старая версия или их разработчики что-то допилили. И им буквально в нескольких запросах нужно добавить какие-то поля, например, или что-то поменять. Это не нужно всем остальным пользователям. И если мы это выкатим для всех, то это будет неудобство для всех клиентов. Но так как мы хотим пойти навстречу одному клиенту, именно для него мы делаем кастомную логику. Сразу тогда второй вопрос. По поводу миграции. Вы как раз приводили пример, что когда накатываются миграции, то нужно указывать ID модуля и вершин ID. А как-нибудь можно без этого обойтись? Потому что я когда скачиваю себе чужой код, я хочу запустить сразу все миграции. Ну в том числе и на продакшне. Когда выкатывается, там обычно используют просто U-migrate все сразу. Ну накатить все миграции как-нибудь можно от всех модулей? Да, тут здесь в частности была показана просто сама идея. По факту, где у вас конкретная реализация, вы, например, можете сделать два разных контроллера. То есть просто migrate-контроллер для миграции ядра и migrate-контроллер, модуль migrate-контроллер для работы с миграциями модуля. И, например, написать так, что если вы не указываете в модульном контроллере ID модуля вообще никакой, то он берет список всех модулей, которые есть, и, например, поочередно для всех накатывает миграции. Можно так. То есть здесь уже конкретно надо смотреть по проекту, как у вас это реализовано. Спасибо за доклад. Вопрос такой. Мы код версии копируем или мы наследуемся? Это первый вопрос. Второй вопрос. Мы можем, например, третью версию наследовать от первой или от 0.1 какой-нибудь? Ну то есть или обязательно порядок соблюдать? По поводу порядка это просто были для примера названия, то есть в 1 и в 2, чтобы было проще. На самом деле это как любой ID модуля, мы можем любое название версии использовать. По поводу наследования, здесь такой момент, что просто у наследоваться от какой-то конкретной версии мы не можем, потому что если вот из этого примера, например, мы вторую версию у наследуем от первой, и потом что-то случится, и мы первую версию удалим, то вторая перестанет работать. Таким образом мы получаем зависимость от логики, от конкретной реализации первой версии. Если же нужно вынести общий код куда-то, это вероятнее всего нужно будет. Здесь мы просто, опять-таки смотри по ситуации, ну например, мы выносили в отдельные классы, которые не указаны в версиях возможных для экспорта. Грубо говоря, у нас есть версия в 1 и в 2, это модули, и также в базе данных они хранятся. Но, например, у нас есть еще какая-нибудь, грубо говоря, common версия, в которой хранится разделяемая логика. Она не указана в базе данных, поэтому мы не можем ее подключить к конкретному клиенту, и она в принципе не должна быть, грубо говоря, полностью функционирующей. Держим просто логику и уже ее разделяем. Спасибо за интересный подход, я здесь. Вопрос такой, вот смотрите, в базе данных, как бороться с децентрализацией хранения? То есть, пример, допустим, у нас пользователи создают некие объекты, там хранятся данные. Потом у менеджера в админке есть статистика по этим данным, потом менеджер ставит вам задачу для каких-то других клиентов дописать дополнительный модуль, потом еще один. А через полгода выясняется, что у менеджера нету части отчетов, потому что не было допилено именно под отчеты. То есть в его админке не берутся данные из новых баз, которые вы нагенерили для новых версий модулей? Я не совсем понял, в чем вопрос. Вопрос, как бороться с этим, потому что у вас получается новая версия модуля, это новая таблица данных. Как потом это объединять в статистике? А, ну здесь вопрос, если, ну опять-таки, как вы переключаете версию для клиента. Если вам нужно сохранить все старые данные, вероятнее так и будет, то здесь уже пишутся отдельные сценарии для миграции данных. То есть, опять-таки, мы не будем делать это руками. У нас, скорее всего, админка дергает скрит, который создает новую версию, переключается в базе. И можем написать, например, какой-то общий вариант, который будет просто копировать одинаковые таблицы. Но здесь нельзя это написать прямо универсально, потому что раз у нас создается новая версия и новая какая-то отдельная там таблица, отличающаяся. То уже необходимо руками описывать, каким образом мы будем старые данные накладывать на новую схему. И поэтому в таких случаях, если мы не можем обойтись простым копированием данных, если схемы таблиц в новой и старой версиях совпадают, там, да, мы руками уже дописываем скрипт для миграции конкретного пользователя. Продолжение следует...